всем привет как всегда спасибо вам за то что вы здесь за то что пишите комментарии я с огромным удовольствием их читаю особенно в дороге когда где-то нахожусь прямо вот с удовольствием прекрасно ну спасибо за то что материально поддерживаете канал это тоже в общем очень радует меня давай давай еще давай это я шучу ничего не обязательно давать важно что мы общаемся просто ну и напоминаю существование плейлистов там уже полным полно всяких пластинок уже по моему за 500 штук перевалил что не перевалило не помню я не помню я редко обращаю внимание на то что происходит в количественном смысле вот но помню я помню одно что один из роликов был посвящен прекрасной британской группе бакерло вот она я ее уже показывал соответственно если был ролик ну и напоминаю вам состав этого коллектива дэйв клемм клемпсон гитара соответственно и вообще все все такой терри пул бас-гитара и кит бейкер ударные кит бейкер если кто не имеет и самое вот они все друзья но дэм клемпсон ушел из группы бакерло и обосновался в составе прекрасной британской группы колоссиум про которые тоже говорил несколько раз даже по моему уже такой могучий джаз-рок мама колоссальные коллозиума наверное в британии не было тогда коллектива ну а соответственно господа ты и пулы кит бейкер бас-гитары и ударные остались без ансамбля сами такие вот ходили но тяга к творчеству их разрывала и они организовали еще один коллектив который просуществовал совсем недолго пригласив еще двух музыкантов коллектив приказал долго жить и тогда они нашли замечательного парня джемми блэка родом из канады гитариста он им понравился великолепный гитарист виртуоз просто клейма негде ставить что называется и стали давать настоящий британский блюз-рок по клубам но как-то давали-давали и как-то не особо давалось вроде бы все хорошо но концертов было мало отыграли концерт потом неделю ничего не делаем да еще концерт отыграли опять ничего не делаем как-то все это как-то не имеет а сама не вдохновляла и ни одна из рекорд-компании почему-то не подписывала контракт с музыкантами хотя все виртуозы и ритм-секция из бакерлу тут ну достаточно послушать вот эту пластинку там все ясно сразу и джемми блэк просто тоже достаточно послушать я потом послушаем но еще не катила и тогда кит бейкер и пул соответственно ушли из этого трио и в трио остался один джемми блэк ну кит бейкер недолго мучился устроился в ансамбль под названием юра и хип с которым записал пластинку солсбери все наверное ее слышали а может не все не знаю но на самом-то на мой взгляд это вообще не обязательно я не люблю пластинку солсбери если кому-то интересно хотя некоторые альбомы юра и хип люблю вот судьба пула мне неизвестно но вроде бы он тоже играл в достаточно много ну за всем не уследишь так так бывает а группа которую до которой они образовали и которые у которой не хотела ничего называлась мои блиц вот собственно про мои блицы я хочу вам напомнить если кто забыл и джемми блэк это название как-то я не знаю каким путем но присвоил себе и набрал другой состав вместо основателей этого коллектива это рэд хадсон рэд хадсон бас-гитара и тони ньюман ударные инструменты тони ньюман играл в джеб бэк групп тоже опыт у него был будь здоров какой и тут подвернулись люди из компании vertigo раз заключили контракт ну потому что все в то время все искали новые группы образовалось несколько рекорд компаний свежих и все хотели как-то вот найти свой ладзеппелен найти свой beatles найти свой running stones искали искали и заключали контракты и заключили контракт с командой my blitz записали первый альбом который вышел в 1970 году вот он с прекрасной на мой взгляд обложкой эту обложку все ругают что она отвратительная самая отвратительная обложка из всех обложек существующих в рок-музыке мне безумно нравится вот что что с этой стороны что с этой стороны просто прекрасная обложка рок-альбома ну и в серединке вот такая история по моему очень красиво нас настоящие это настоящее искусство ну согласитесь так 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 нарисовать так с такой фантазией мама дорогая пластинка продалась не очень хорошо равно как и вторая пластинка которая вышла спустя чуть меньше года спустя секунд секунтов мы двоится при этом сейчас все пишут про эти альбомы что мой blitz это потерянный золотой запас потерянная жемчужина потерянное золото британского рока и вы знаете тот случай когда я с этим соглашусь и кстати говоря я знаю что некоторые из тех кто смотрит этот канал и пишут комментарии того же мнения во всяком случае в комментариях меня не один раз уже просили показать пластинки мои в лиц и про них рассказать хотя чего рассказывать если люди пишут про расскажите про мои блиц значит они все знают про моих лиц может быть приятно увидеть в русском сегменте интернета вряд ли где еще на самом деле можно хотя раз статьи есть значит слушают на самом деле музыка это потрясающе эта музыка для тех кто любит лодзеппелин крим рэй галахера джимми хендрикса джона майла и всю всю вот эту историю британского блюз-рока заметьте джимми хендрикса я тоже отношу британского блюз-рок потому что группа джимми хендрикс experience это группа британская а не американская если кто не знал на самом деле ну такой казус получился небольшой так вот для тех кто любит подобную музыку а также колоссиум бакер лоу и прочее 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 гитарное мастерство баджи туда же можно отнести но баджи кстати нам взгляд гораздо слабее чем мои блиц ну мне так и вправду у них больше пластинок они более коммерческие звучат звучали но тем не хотя мне тоже нравится ну это ребята это шикарная вещь и для тех кто любит под подобного рода гитарную музыку это просто ну обязательная обязательная штука smoking the day away первая песня она что-то около восьми минут длится но она просто подкупает сразу я кстати грамм и близко пластинку я услышал когда еще учился в школе мой приятель спекулянт вальдемар где-то на меня натальтике этот альбом никто не знал стоит такое непонятно вообще это баба нарисована толстая стали с ним слушать и от первой вещи просто школьников советских нас вдвоем просто вынесла потому что ну вот заперли мы уже слышали это оказалось не хуже не так громко не так яростно ну так мрачно тяжело тревожно завораживающее и невероятно технично будет длиннющая песня smoking the day away она начинается с таинственного такого гитарного захода такая блюзовая история и пошла дальше это блюзовая история с со стоп таймами неожиданными с со странными остановками синкопами которые еще больше напрягают нагнетают состояние тревожности какой-то и непредсказуемости и правильно нагнетают потому что после вот этого довольно длинного запева с паузами с микропаузами со стоп таймами начинается инструментальная часть с обалденным гитарным соло сыгранным на акустической гитаре эта музыка очень тяжелая фактура тяжелая бас барабаны работают очень хорошо скажу скажу вот так потому что тони ньюман здесь показывает мастерство игры на ударных на всем альбоме запредельная запредельная просто и вот это слово на акустической гитаре нас вдвоем с альдемаром просто лишила разума на эти 8 минут ничего себе вот это да вот это вот это тяжеленный рок с акустическим соло который проникает просто и в мозг и в сердце куда угодно и тут это надо слушать айдурного следующая песня с гитарного рифа опять-таки привычно блюзовый заход и привычное опять в середине соло но соло уже электрическая ехидная быстрая мощная тяжелая и и все это ставит точку уже в отношении к этому альбому это пять с плюсом сразу dreaming третья вещь на первой стороне всего три песни на первой стороне они все длинные успеваешь погрузиться в них это заход естественно 70-й год заход так называемый психоделический рок очень красиво опять-таки акустическая гитара присутствует но она играет такие шизофренические страшные тяжелые вещи что никакой электричество с этим не сравнится хотя электричество присутствует в полной мере здесь электрическая гитара тоже бас барабан и само собой очень хороший голос рида хадсона и такая психоделическая медленная вещь около блюзовая но только около сквит первая на второй стороне бешеный ритм и блюз просто вот что сказать бешеный ритм и блюз для тех кто любит крем и вот запилинг это самое то и опять с фокусами опять не просто так не просто вот извините пожалуйста не как deep apple играет где все в общем в каноне все тут и дуду 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 здесь все тебе и джазовость и стоп таймы и синкопы и все вот так вот это дышит живет но я люблю deep apple да но это это другая музыка это другая музыка это не не прямолинейная вот это вот это самый сквит да то муром тумору майкам еще более закрученное произведение хотя достаточно медленная акустическая психоделическая но куда-то уводит сознание в другую сторону закрученная просто по идеологии своей музыкальной то есть если вы понимаете о чем я говорю я сам вещь понимаю как сформулировать вот эту магию этой песни но зато потом начинается fire queen начинается с довольно внушительного словно ударных и дальше понеслась такая истерика под которую музыкальная истерика гитарная с ритм гитары с дикой совершенно невероятный кстати тут интересная вещь тут в начале песни гитара вешает аккорды отставая заметно отставая от доли как и такая синкопа наоборот получается который тормозит историю не как не поддерживает ее не подталкивает вперед как синкопируем в джазе а а немножко притормаживает очень интересно сделано вот а дальше начинается просто в прямую все уже в первую долю понес сейчас такой и передо мной возникает фигура джеймса брауна который спокойно могут танцевать и петь эту песню fire queen вдруг неожиданно так получается ну и virgin waters последний номер еще одна психоделическая пространственная штука которая начинается с шума то ли моря то ли ветра я не очень понимаю откуда они вытащили этот шум этим шумом и заканчивается а в середине просто около блюзовые психоделические странные очень но приятно слушаемые игры этих замечательных музыкантов пластинка продавалась не очень хорошо однако компания записала разрешил им записать и второй альбом с этого в мэй чуть меньше года спустя он вышел я уже говорил про это да тот же самый состав но песни здесь короче и песни на порядок тяжелее чем на первом альбоме хотя здесь тоже здесь можно на одну доску ставить из black sabbath из ладзет или с кем угодно но здесь как-то конкретнее тяжелее ярче и более может быть коммерческое звучания хотя если говорить о песне it might eat rhinитát первой на второй стороне там такой гитарный авангард что на радио ту песню точно но не поставили я думаю что и не ставили но слушать безумно интересно а первый номер на первой стороне и from a 42 мэтт омэй который потом когда стали называть потом новая волна британского хэви-метал да как-то так в этом роде чудес прист в лидерах движения стояли ну вот эта песня группе моя blitz 71 года по madman only она просто вот как бы дала направление в эту сторону неожиданно хотя звучит конечно не не с таким перегрузом не с такими этими громоподобными ударами хотя ударами везде громоподобные здесь вот в общем это очень хорошие две пластинки прекрасная группа а я пошел пить пока